Я распечатал ваши письма некоторые, и сейчас зачитаю, о чем будут ваши вопросы, вот те, которые я сегодня решил осветить и ответить на них, с конца. То есть те, которые я первые сейчас зачитаю, будут мною озвучены и пояснены в самом конце. Итак, человек пишет, что он донор, и очень важно, как поднять гемоглобин. У него бывает низкое железо, гемоглобин, вот это очень важный вопрос, и это прям на широкую аудиторию вопрос. Потому что по разным причинам могут быть низкими железо, гемоглобин и еще ферритин. Да, ну и как быть, это я поясню. Теперь другой человек пишет, мне 19 лет, я хочу еще подрасти, хотя рост 176 сантиметров, но хочет человек. Как это сделать? И вот пока человеку 19-20 лет, это еще возможно естественным путем, без принятия гормонов роста, так сказать, искусственным путем. А сделать так, чтобы свой гормон роста естественным путем синтезировался, вырабатывался. Поясню далее. Еще одно письмо зритель прислал такое. Как он, не думая, что сможет отказаться от сладкого, ну как и большинство из вас, смог это сделать легко, и теперь после 16.00 спокойно не ест и не хочет есть. Здоровье улучшилось, силы стало больше энергии, а раньше он представить это не мог, как это возможно. Вот о чем я в своих лекциях говорю, некоторые мне пишут, это все ерунда, это, так сказать, что же не есть, работа и начинают разные отговорки от маски. Это все дешевые от маски. На самом деле, все это легко и возможно. И вот человек пишет, ему сразу кучу вопросов стали писать, а как? Интересная тема. Дальше. Одна зрительница пишет, мол, вам некоторые зрители претензии предъявляют, что продукты у вас дорогие. И вот она просто наглядно написала, какая это глупость и какая это неправда. Сколько денег в аптеку вот ее подруга относит и хоть кол на голове тишит. А следующее письмо от одной женщины, она как бы, ну, занимается в том числе, там, оздоровлением людей, ну, вроде как, вот, по крайней мере, в своих масштабах, насколько она это может и понимает. И вот ее письмо, это как бы крик души. О том, что люди часто загораются, действительно, услышав какую-то правильную идею, примеры и так далее, и говорят, все, завтра начну, а потом все гаснут, и ничего им уже не надо, завтра, завтра и никогда. Это очень глубокая тема, я бы даже сказал философская, но прям такая, к жизни имеющая прям прямое отношение. Ну и два письма, с которых я сейчас начну. Это первое. Как благодаря моей продукции человек избавился от атеромы киста сальных желез? Это очень показательно интересный пример, таких тысячи, поверьте, приходит. Ну, даже вот я приведу пример на нашем сайте nadgar.ru, просто отзывы почитайте. Ну, письма приходят под каждое видео, на почту, на сайт, на разные источники, их тысячи таких. Итак, первый с этого давайте начну с Светлана Анн. Юрий Андреевич, благодарю за видео. Как всегда, полезно и интересно. Хочу с вами поделиться. У меня на спине была атерома киста сальных желез в районе позвоночника между лопаток. За последние полгода капсула выросла до размеров 1,5 на 1,5 сантиметра по результатам УЗИ мягких тканей. Хирургам была рекомендована операция по удалению, но я решила пока подождать. Начала проходить вашу антипаразитарную программу, вот она. Уж бьюсь много лет, каждому человеку, два раза в год, она необходима, жизненно важна. Паразиты есть у всех, ленточные, круглые, плоские черви, разные, ну и их много видов каждой группы, да? Но, какие беды, проблемы они приносят? Это вот всем надо посмотреть, хотя бы вот это мое одно, по крайней мере, оно длинное, но очень важное видео, про паразитов, ему уже лет почти 10, наверное. И так женщина стала проходить антипаразитарную программу и одновременно спать на матрасе из микросфер. Что такое микросферы и изделия из них, чуть дальше скажу, кто не в курсе. И представьте, атерома стала уменьшаться уже с первой недели этих процедур, а за месяц полностью прошла. Сейчас с трудом нахожу место, где она была. Для меня это чудо и большая радость. Ну еще бы, операции не надо делать. Осталась только загадка. Что конкретно помогло? Антипаразитарные препараты, микросферы или все в комплексе? Это все в комплексе, конечно. Потому что грибные препараты, которые входят в состав антипаразитарного набора, они же не только узконаправленного действия, ну, против паразитов, гнать их. Но там есть и трутовик листничный, который является гепатопротекторным средством, а это улучшение работы печени, а это жировой обмен в конечном счете, в том числе. Вот это проблема атерома, нарушение его в определенных тканях. Ну и так далее. Потом противовоспалительные, противоопухолевые свойства грибных препаратов. Практически у любых грибов есть эти лечебные свойства. Только сразу, кто не в теме скажу, изучайте науку фунготерапии. Ну или смотрите мои видео, которые все это поясняют просто. Кстати, если хотите знать, как, каким образом, каков механизм уничтожения раковых клеток, у любого человека из нас, вот у любого живого человека, как это происходит? У каждого, каждый день. И я объясняю в своей лекции гриб Шиитаки. Посмотрите его. Далее идем. В любом случае, это произошло благодаря тому, что вы советуете делать в своих лекциях, которые я регулярно слушаю с большим удовольствием. Желаю вам здоровья, успехов, процветания. Благодарю вас. Рад вашему письму, что вы поделились этой информацией. Вот это одно из тысяч подобных писем, когда люди излечиваются от тех или иных болезней. От маленьких, больших, серьезных, не очень серьезных. Благодаря, в том числе, вот этим изделиям из микросфер, ссылку оставлю в описании. Но главное, благодаря комплексному подходу, когда человек все-таки хоть как-то, но меняет питание на более правильное, когда он применяет программы лечения натуральными природными средствами, очень эффективными и прочее, и прочее. Поймите, отдельно взятая мера, она пусть даже очень сильная, не всегда помогает, или по крайней мере сразу, даже очень сильная. Но в комплексе, когда несколько правильных мер, это огромная сила. На чаше весов порой, вот чтобы перевесить в сторону либо болезни, либо здоровья, не хватает порой пушинки. Я сотни раз такое наблюдал, когда человек уже отчаивается, говорит, а бесполезно все это, ну вот, ладно, последний шаг. И вот что-то еще добавляется. У кого-то, конечно, нет, этого недостаточно. А у кого-то, именно с этого момента, добавление какого-то правильного, еще одного мероприятия, начинается улучшение, понимаете? Поэтому я в своих лекциях объясняю все, в совокупности, все нюансы. Вот применяя комплексный подход, системный в лечении, можно добиться практически любых положительных результатов. Идем далее. Наталья Д. пишет. Здравствуйте, Юрий Андреевич. Пишу не по теме, ну, видео, видимо, но крайне важную информацию дам. Коронавирус и микросферы. Ну, микросферы – это такие полые внутри сферы, не буду сейчас объяснять, которые вкладываются в определенные прошитые изделия из определенной ткани. Очень прочно это важно и обосновано, почему именно так. И поразительные порой результаты. У некоторых людей, у некоторых это не дает результатов, ну, видимых, по крайней мере. У кого-то не скоро дает, а у кого-то моментально, в этот же день. Поразительные изменения идут. Ну, то есть улучшение состояния, излечение болезней многих – это просто факты. Это тысячи уже писем есть и сотни видеокомментарий от самих людей, вот от вас, от зрителей. И вот, пожалуйста, один из них. Итак, я заболела и страдала от сильнейшей головной боли, и были другие симптомы. А от боли мне обычно помогает, ну, вот в последнее время стала повязка из микросфер. Пока только повязка. Ну, как же она меня выручает? Положила повязку на голову и уснула. Лекарства не употребляю принципиально много лет. Первый день болезни пропустила. Второй – температура 38,5. Ну, какой-то вирус, скажем, или там, мало ли что, бактериальная инфекция. Пока спала с повязкой, температура упала до 37,3. Голова стала болеть значительно меньше. И это ночью, когда обычно температура растет. Я опасалась, что буду делать, ну, что мне делать, если температура выше 40 поднимется. Как у моего коллеги, от которого я заразилась. То есть, ну, вот заразилась у него была 40. Это целая, так сказать, проблема, да, порой. Ну, и опять-таки, это, так сказать, смотря какой возраст, состояние сосудов у человека. Может быть, и инсульт. Дальше. Но она упала. А что было бы, если бы я спала в капсуле? Капсула, человек туда полностью ложится, погружается. И, естественно, эффективность выше. Буду еще наблюдать дальнейшее развитие болезни. Расскажите, пожалуйста, это людям. Это очень важно. Ну, казалось бы, кто-то скажет, ну, ладно, такая мелочь, температура. А есть какие-то серьезные болезни? Есть. 10 видео было про микросферы. Уже 10. В первом просто от первого лица был рассказ, там, вплоть до онкологии и так далее. Да, то есть, не было уже рецидивов после, ну, уже лет 15 прошло. И так далее, и так далее. И в каждом видео где-то отзывы людей. Видео. Я также зачитываю определенные письма, которые ко мне приходили. Там поразительная вещь, кто захочет изучить. Приобрести, как ссылка будет под видео. Если кто-то захочет, а где же эти изделия купить? Не буду сейчас говорить, все под видео. Все всегда под видео. Далее. Ну, теперь вот письмо, как бы крик души. И такой, добрый день, достопочтенный Юрий Андреевич, добрый день. Меня зовут Снежана. Я душевно благодарю вас за колоссальные знания, которые словно спелые, крепкие зерна, истинно выщедрые, неутомимо сеять в наши души. Благодарю за высокую оценку. Они непременно заколосятся густой нивой понимания, осознанности, просветления. Наступил переломный момент. Это очень интересно. В истории человечества. Люди уже не верят в СМИ, политикам, здравоохранению. Ну, многие люди не верят. Да. Конечно, не все. Но еще не знают, что делать. Да. Я выражаю восхищение, огромное благодарность и признательность вам и подобным людям, которые бесстрашно, грамотно, сознанием, делом, умением доносить суть явлений, пробуждают, просвещают народ. Вот склоняя роковую чашу к полной необратимой победе света над наркобесием, над темными силами, по многу раз, пересматривая ваши лекции, я пришла к пониманию целостной гармонии уникального устройства нашего тела. Да. И тут я вообще без выпендрежа просто говорю. Меня даже, знаете, как расстраивает. Вот так скажем. Если бы люди, все, понимали бы значимость моих лекций, а не писали мне некоторые из них такую наглость, короче, надо, то у людей был бы шанс познать свой организм кратко, всего лишь за какие-то месяцы изучения и конспектирования моих лекций, а не за десятки лет. Изменить в своей жизни то, что позволит улучшить состояние здоровья, бодрости, энергии и прожить дольше, будучи при этом здоровым, бодрым человеком. Излечить те болезни, которые считаются неизлечимыми. Это неправда, это истина, это просто так и есть. Но остальное, вот непонимание останавливает людей, ограниченность, глупость, лень и так далее. Но что тут делать? Вот я зачитываю письмо, может быть, кто-то откроет глаза и все-таки прибегнет к советам вот других людей. Следуя вашим бесценным советам, я кардинально изменила свою жизнь и теперь, налившись силой, наслаждаюсь состоянием здоровья, как в самые лучшие молодые годы. Мой ум, память, зрение обострились, походка стала легкой, расправились за спиной крылья. Я перестала расценивать тяжесть после еды за сытость. О, очень глубокая мысль. И осознала, что любить себя, это значит себя, свое тело и быть с ним в гармонии и согласии, а не поощрять свои слабости. То есть, то, что люди говорят, я хочу так. Ты хочешь так, потому что ты себя в это рабство вогнал. Ты стал блюдоманом, ты стал зависимым, наркозависимым. Ну, как, например, мясо челкист, у него морфины в мозгу образуются, это морфиноподобные вещества, то есть, сродни героину и так далее. Это зависимость наркотическая. Это не значит, что организм это просит, он ничего не просит. Ну, что тогда, у табака-курильщика тоже организм просит, это якобы организму необходимо по этой логике, это ущербная логика. Или алкоголик, у него организм алкоголь просит. Почему просит? Потому что он нужен на организму? Нет, конечно, потому что он стал наркоманом, зависимым человеком. И действительно, вот, бытие определяет сознание, ну, правильно сказать, в политэкономии общественное бытие и общественное сознание определяет, ну, для отдельно взятого человека. Ну, надо очнуться когда-то, возможно, ну, для кого-то это и не надо. Так вот, а не поощрять свои слабости и нездоровые привычки, ссылаясь на якобы умение прислушиваться к своим потребностям, ну, как к организму, говорит, надо причувствоваться, ну-ну. Так организм больной вас и обманет больно и тяжко. Мои горизонты мировоззрения раздвинулись до бескрайних просторов, которых хочется осваивать жаждой знаний, опыта, душой и, самое главное, быть полезной людям. Я хозяйка греческой лавки, приносящей нормальный стабильный доход, но мне давно тесно в рамках купи-продай. И вот тогда я стала, ну, в общем, дальше не буду читать, она стала Витграс производить, в общем, там от людей стала обратную связь иметь, что улучшение станет здоровье там и так далее. И вот что она пишет в завершении. Я всем советую людям подписываться на ваши каналы и заказывать продукцию на вашем сайте надгар.ру. На нашем сайте надгар.ру, да. Чувствуется, что в разговоре-беседы клиенты готовы тут же их приобрести. Но зачастую спустя какое-то время я выясняю, что многие люди не способны самостоятельно поддерживать то пламя, который ты в них зажигаешь. Ну, или я зажигаю, не знаю. Быто окружения засасывают их в инертный способ существования, сформированный активно поддерживаемый нелюдями, кукловодами. Ну да, то есть вот этой системой она имеет в виду. Созданный вот этой вот системой потребления и извращенного понимания мира. Потому что те знания, которые мы имеем о мире, по крайней мере связанные с здоровьем человека, с телом его биохимии, он абсолютно ложен. Кроме, ну, основополагающих вещей, типа биосинтеза белка, там, процесса репликации ДНК, то, что, так сказать, там, фотосинтеза, это все понятно. А вот дальше, вот дальше темный лес начинается у людей. И дальше все, что люди и врачи многие говорят, это на уровне не знаний, а верования уже, абсолютно. И вот люди некоторые начинают это понимать. А некоторые людям, кому не все равно, кто с обостренным чувством справедливости, с пытливым умом, с желанием помочь другим людям, я представляю, как им тяжко осознавать вот это. Что люди погрузились в такой, знаете, какой-то средневековый, вот, ну, говоря о Европе западной, вот этот покров маркобесия в этом плане, который друг за другом повторяют тупые, не понимая, о чем идет речь, не понимая смысл фразы, типа, там, незаменимые аминокислоты, полноценные белки нужны и прочее, и прочее, не понимая вообще, о чем речь, не понимая процессы и отговариваясь, все полезно, что в рот полезло и, мол, хе-хе-хе и так далее. Ну, и что тогда, чем заканчивают, а чем дальше, тем хуже, факторов, которые сейчас воздействуют на современного человека в сотни раз больше, чем были 30, 40, тем более 100 лет назад. Ну, а теперь как раз плавно переходим к товарам. Татьяна Ушацкая пишет, Юрий Андреевич, огромная вам благодарность за работу вашу. И хочу ответить тем людям, кто пишет, что ваши товары дорогие и не для простых людей. Вот, любят это писать, потом, давайте я сразу вот тут скажу, вот нет, я понимаю, что пенсионеров много, смотрят мои лекции пенсионеры, я понимаю, пенсии маленькие, продукты наши дорогие некоторые. Послушайте, мне сделать чудо и сделать в 2-3-5 раз ниже цену невозможно, ну, бред не несите. Ну, чего невозможно, то невозможно. Не продавать и вам так легче станет, это подлость. Что еще можно на это сказать? Я что, государствуя могу вам поднять пенсии? Тоже не могу. Ну, зачем вы это пишете? Вы тупые, что ли? Действительно, ну, как вот еще вот это сказать? Я что, не прав, называя таких людей тупицами. Ну, мне-то зачем вы претензии предъявляете? Или вы не хотите, чтобы я хоть кому-то помог, вот тем людям, кто покупает? Их тысячи людей, их десятки тысяч, вы не хотите, чтобы им было лучше? Ну, продолжаем. Моя подруга, вот подумайте, моя подруга ежемесячно относится в аптеку третью часть своей зарплаты. Вы понимаете, что это истина? Ну, в том смысле, что таких людей миллионы. И что? Я вот недаром говорил много раз, некоторые люди, кстати, мне писали, слушайте, а как вы точно подметили? Супермаркеты рядом или напротив, или прямо в них, на выходе с кассы, аптеки. Это что, думаете, так? Это закономерность. Помимо всех этих маркетинговых, это закономерность. Это что посеешь, то и пожнешь. Это причинно-следственные связи. Дальше. Покупают в магазине, во, всякую сомнительную еду, причем очень даже понятно, какую химию голимую. Тоже, кстати, не такую уж и дешевую порой. Всякие копчености, да, печенье, соусы, это недешево. Покупают люди, миллионы людей покупают. Когда я ей советую посмотреть ваше видео и ваши продукты попробовать, она очень злится. Представляете, вот, да, это вот есть... Сейчас вообще в плане... Вот только что общался по стройке, по стройке, с одним человеком, он тоже руководитель. У него уже, так сказать, что называется, инфаркт. Он уже с утра, как люди, что творят, примитивнейшие вещи не соображают. Строители. Ну, такие, которые, вот, понимая... Ну, ладно про безразличие, равнодушие. Ну, там... Я когда-нибудь об этом видео отдельно сделаю. В общем, я скажу ответственно вам. Сейчас страж во всем мире, конечно, у нас тоже, к сожалению, в стране, страшнейшая идет деградация личности, отдельно взятые. Сознание человека, деградация. Так вот, она злится, подруга, психует, говорит, что это ей не по карману, иногда даже бросает трубку. Я понимаю ее, она просто уже настолько зависима от всякой этой магазинной дряни, что не может от этого отказаться. Я даже добавлю. Но слаба при этом, и даже подсознательно это понимает. Но злится больше даже, на самом деле, если в душе покопаться от того, что она просто тряпка вот такая. Ну, как человек, слабая. Почему я так грубо говорю? А это очень часто помогает встряхнуть человека, и потом человек говорит, вы правы, что называли меня дебилом. Вот я клянусь, у меня такие письма. Мои зрители старые не собрут, если что. У меня такие вот уже были выпуски, где я прям зачитывал письма, когда человек так и пишет, не боится, не стесняется. Вы правы, что называли меня дебилом. Я раньше злился на вас за это, не понимал, а сейчас я вам благодарен. Только благодаря этому я очнулся, смог стать, вот изучал, смог понять. И теперь я вот просто другими глазами смотрю на мир. Вы допустите эту мысль, вот кто так же сейчас мыслит, протесты у кого. Но признаться сама себе в этом не хочет. Вот и говорит, что ваши продукты ей не по карману. Конечно, это глупость. А если перестала покупать бы несъедобную еду, то какая была бы экономия? Да, во-первых, меньше было, а она бы ела. Реже. Не вот эту гадость, а некоторую эту гадость вкусненьким себя побаловать. Оно что, дешевое? Правильно, она говорит, копчености. Нет, это дорого. Но человек просто не хочет меня слушать, как и многие те люди, которые возмущаются, что ваши товары дорогие. В этой связи, дорогие друзья, вот давайте я вам такую вещь. Вот наш сайт надгар.ру, раздел. Ваши отзывы. Ну вот, читаю даже не верхнее. Это, кстати, вот женщина в самое верхнее письмо, последнее от 11.09. Она, ну, про микросферы вот эти написала и суда. Ну, уже чуть-чуть тут скорректировала свое письмо. А дальше вот какая тема. Некоторые люди смотрят мои лекции за границей, где-то далеко, в других странах и даже на других континентах. Я приведу сейчас вам пример, ну, потому что это важно. Вы уж послушайте, кому это неинтересно. Дальше будет очень интересная тема, очень я вначале говорил. Дослушайте. Но это важно знать всем. Ну, у кого-то родственники за границей, кто-то сам смотрит оттуда. Так вот, и вы думаете, что оплатить нельзя. Или, например, вот в Австралию, Новую Зеландию, Данию. Некоторые страны, их немного, но есть. Им нельзя получить товары из России, потому что почту России, правительство этих стран запретили. Ну вот, можно их обмануть, мерзавцев этих, ну, кто против своего народа, кто вот такую подлость в угоду, так сказать, политического безумия творят? Можно. И нужно. Как? Здравствуйте, Юрий Андреевич. Марина пишет. Уведите это письмо вторым по счету. Ну, а оно от 6-го, 0-9-го, в общем. Хочу поделиться с вами радостной новостью. Я напомню, что проживаю в Новой Зеландии. Сегодня получила от вас долгожданную посылку, которую вынуждена была отправлять через Казахстан. В связи с тем, что у нас почта России заблокирована. И шла она всего три недели быстро. В сравнении с последней, которую я заказывала год назад и ждала четыре месяца из Москвы. Ну, как раз там, так сказать, уже пошли какие-то, так сказать, проблемы и, видите, долго ждала. А тут вот так три недели всего. Но самая главная посылка пришла совершенно сухая. Там у нее были в прошлый раз, там, видимо, за эти месяцы повредили, там. Хотя мы так хорошо запаковываем это. Вот. И вот она пишет. Огромное спасибо вам за совет по обертыванию в 10 слоев пузырчатой пленкой. И отдельное спасибо за работу вашей команды. Все было очень добросовестно упаковано. Безумно приятно. Молодцы ребята работают на совесть. Это правда. Всего вам наилучшего. Марина Викторовна. Вот. Ну, отлично. Это я вот зачитал для того, чтобы люди знали. А как оплатить? Потому что некоторые платежные системы, ну, не проходят. И нельзя платить из-за границы. У нас есть люди в других странах тоже, в Европе. Вы оплатите им. Поэтому смело отправляйте. Оформляйте ваш заказ. Менеджеры с вами свяжутся. Варианты оплаты предложат. Вы оплатите и отправляем вам спокойно заказы. А в Израиль, Казахстан, Германию, Францию, какую-нибудь там США, Канаду. Спокойно отправляем, отсылаем. Почта России приходит. И сейчас проблем никаких нет. А вот еще буквально секунду. Сергей Юрьевич Мурдасов. Спасибо за генератор водорода. Дошел за неделю. Без повреждений. Изучил инструкцию. Все понятно расписано. Начал пользоваться. Первое ощущение – это небольшой зуд по телу. Прочитал в инструкции, что это говорит о большой зашлакованности организма. Или болезнях ЖКТ. В общем, все понятно. Стал ощущать себя как в 20 лет. А мне 53. Пожалуйста. Это мера? Да. Порой только этот фактор. Вот прибор для воды. Изучите, пожалуйста. Я оставлю под этим видео. Вот это видео. Живая вода, водородная вода. С отзывами людей. Почитайте, посмотрите. Лучшее, что сейчас есть в мире – это вот НЛПМ. Персональный генератор водорода и свободных электронов. Что человек взял. Кто-то не сразу чувствует изменения. Кто-то не чувствует. Ну, некоторые – это очень малый процент, процентов 10 пишут мне такое. Даже, может, и меньше. А вот огромное подавляющее большинство людей от таких мелочей, как чувствует стал, как в 20 лет, до излечения от очень серьезных болезней. Посмотрите это видео, вы поймете, услышите от первоисточников вот эти интересные комментарии своей жизни или своих родителей, престарелых. Особенно люди пожилые это чувствуют. Поразительным образом быстрые изменения. А теперь представьте, что будет, если совместить одно с другое, с третьим, то есть те же микросферы, вот с прибором-генератором водорода свободных электронов, с грибными препаратами и так далее, с изменением питания, образа жизни. Это будет просто… это будет омоложение организма. Так и есть. Ну, хорошо, идем дальше. Ну, и вот завершаем, что называется. И вот давайте зачитаю. Юрий Андреевич, здравствуйте. Пишет Данил Фирдман. У меня такой вопрос. Мне 19 лет. Мой рост 176 сантиметров. Я хочу стать выше. Подскажите, пожалуйста, что способствует увеличению роста? Может, есть какие-то добавки или определенная еда, специальный режим питания или физические упражнения. Подскажите, пожалуйста, я очень хочу быть выше. Ну, допустим, кто-то скажет, ну, куда? 176, хороший рост. Ну, мало ли, человек хочет, да? Я там тоже вот в таком возрасте хотел быть выше, там, 180 я. Ну, короче говоря, сейчас я это поясню. Прям, во-первых, физическая работа обязательно. Давайте я проще скажу. Я, кстати, уже отвечал. Вот почему так важно смотреть все мои видео? Вы бы такой объем важной информации, такие нюансы бы усвоили те, кто вот все мои видео смотрит. Эти люди получают огромные преимущества. Я уже говорил, знаете, в каком видео? В недавнем своем видео про омолаживающий крем и гель, главный гель для лица. Вот это видео, я его оставлю. Кто не смотрел? Ну, ладно, мужчины, но женщины, посмотрите все. Вот там я говорил. Итак, гормон роста от него. Человек растет до примерно 25 лет. Пока хрящевая ткань еще эластичная, пока еще многие хрящи не закостенели. Пока точка роста, что называется, есть. В общем, примерно это до 25 лет. С 25 лет гормон роста практически не вырабатывается, очень мало. А ведь это еще гормон молодости. Он важен не только для тех, кто хочет вырасти, а он еще нужен всем людям, чтобы кожа молодой была, чтобы морщин не было, чтобы активней жизнь была. Это важно то, что я сейчас скажу каждому человеку. Пять факторов для улучшения выработки гормона роста в любом возрасте. Во-первых, это активная физическая работа, труд физически. Все долгожители, а гормон роста это еще гормон долголетия, были тружениками. Это очень важно. Во-вторых, интервальное питание, так называемое интервальное голодание. То есть не есть после 16 или, в крайнем случае, 18.00, но до следующего приема пищи, на следующий день, должно пройти 18 часов. То есть 6.18. Тогда начинает вырабатываться гормон роста. То есть практически в любом возрасте его больше становится. А это гормон молодости и роста человека, и его долголетия, по сути. Третье. Гормон роста провоцирует к выработке аминокислота аргинин. Об этом было много научных работ. Это факт. Можете принимать аргинин в виде капсул биодобавок. Можете. Наш протеин 4 в 1. Там повышенное содержание аргинина. И трептофана, который усиливает действие аргинина. И это провоцирует выработку гормона роста. Помимо того, что это важная незаменимая аминокислота. Советую этот протеин 4 в 1. Например, на 1 треть стакана воды 20 грамм развести утром до завтрака выпить прямо. А второй раз прямо перед обедом выпить так же. Ну, это для взрослого, среднего человека роста. Если он большой, если он там качается, там можно и больше. Там до грамма на килограмм массы тела в день. Ну, если не учитывать другие белки. Если учитывать, можно меньше. То есть полграмма. Ну, примерно вот я так сказал. Четвертое условие. Необходимо перестать есть сладкое. Сладкое, быстрые углеводы, глюкоза, фруктоза тормозят и препятствуют выработке гормона роста. Напротив же, когда вы перестаете есть сладкое, переходите на кетоз, то тогда гормон роста начинает вырабатываться. И пятое. Надо запустить процесс аутофагии. То есть самоочищение на клеточном уровне. У меня было отдельное видео про аутофагию. Но и интервальное голодание запускает процесс аутофагии тоже. Так что здесь все как бы взаимосвязано. Тот человек, который учтет все эти пять нюансов, обязательно будет выглядеть моложе гораздо большие годы и будет здоровее, энергичнее, сильнее. Что касается добавок. Витамин С. Витамин D. Вот масло 4 в 1. Вот это в идеале, чтобы это органический витамин D3 был. Спирулина, хлорелла. Обязательно кладезь полезных минералов. Витамины группы B. Почти вся линейка там. И так далее. Нужно нормализовать, наладить нормальный сон. С 23.00 до 3 утра обязательно должна быть глубокая фаза сна только тогда. И в полной темноте при этом вырабатывается при этих условиях в должной необходимой мере гормон мелатонин. Который не только важен для роста детей, но он и противораковый гормон, он регулирует другие гормоны организма. И в том числе косвенно тоже связан с выработкой гормона роста. Ну, к тому же это укрепляет нервную систему. Одни плюсы. В общем, надо спать в этот период. Учтите это. Это важный совет. Правильно пишет человек. Именно специальные и физические упражнения. Например, растяжка. Обязательно надо висеть на турнике. Ну, или на шведской стенке. Вот, понимаете, да? Очень здесь важным фактором было бы правило. Я гарантирую, плюс 5 сантиметров просто сходу. Значит так, посмотрите. Вот это, ну, два видео было, да? Про правило. Оставим внизу. В общем, обязательно посмотрите. Это еще один фактор важный, так? Ну, да. Массажи и глоукалывание, но это десятое дело. Второстепенно. Это уже достаточно, вот то, что я сказал. Ну, вот примерно объяснил. Итак, Дмитрий Княгин. Добрый вечер. Много уже меня раньше смотрел с недавних пор по совету брата. Недавно смотрит человек. Очень нравится ваша лекция. У меня к вам есть предложение. Ну, вернее, он просит. Я являюсь донором крови. И ее компонентов хочу спросить у вас по поводу рацион педы. Можно ли было бы уделить некоторое время про это в выпуске? У меня регулярные донации. И из-за этого снижается гемоглобин. Чем его можно компенсировать? Заранее благодарю. Очень важный вопрос. И гораздо шире. Значит, от чего может снижаться вообще гемоглобин? Я шире отвечу. Еще раз. Я про это много раз говорил. Самое первое. Если по результатам анализа крови железо низкое, гемоглобин, это значит, скорее всего, если у человека нет пулевых ранений, ну, то есть, когда он кровь не теряет, или там язв открытых прям вот, ну, или женских проблем с обильными, месячными, так сказать, вот тогда может, да, снижаться в этот период, потому что анализ даже брать надо там через неделю после прекращения, ну, либо за несколько дней до. Так вот, а если человек по-другому кровь теряет, донор, то же самое. Да, это может быть причиной. Но, сейчас поясню, а в основном это паразиты. Например, одна скорида может до 30 миллилитров крови выпивать. Она пробуравливает тонкий кишечник и просто пьет кровь. А если их 5-10, поняли, да? То есть, паразиты, почему я еще говорю, что надо антипаразитарную программу каждому человеку два раза в год проходить. Тем более, тут куча других плюсов для здоровья. Ссылку на этот набор я оставлю, как уже обещал, под видео. Не спрашивайте, постоянно спрашивают, да? Вот я сто раз говорю, некоторые скажут, зачем вы сто раз повторяете? А люди все равно будут даже здесь увидеть, а как купить, где? Пройти антипаразитарку и проходить параллельно. Спирулина хлорелла для кого-то, может быть, для вас этого будет достаточно вполне. Если мы говорим о таблетках, ну, по 20-25 таблеток два раза в день после еды. Завтрак после выпили, 20-25 водичкой запили, то же самое после обеда. Один день спирулину, другой хлореллу можно. Или там неделю спирулину, неделю хлореллу. Изумительно. Может быть, это более чем, потому что там и железо, и витамины важнейшие все, так сказать, которые позволяют синтез гемоглобину идти нормально. В общем, короче говоря, это вот так. Но не у всех. Что тогда? Формула «Моя кровь» вот эти красного цвета бутылки из растительного полностью сырья уникальные. Железоподнимающие, гемоглобиносинтезирующие средства и так далее. Ферритин. Я вот еще скажу о ферритине. Посмотрите вот это мое видео. Железо и ферритин. Еще может быть низкий ферритин. Вы это проверьте. Нельзя допускать ниже 30 единиц. Если выше там стая, с чем-то выше нормы, то это там с печенью, как правило, определенные проблемы. У меня было про это в одном из видео про печень. А еще синтезит-актив. Вот именно только вот этот премиум вариант. Там комплексы с фукоиданами. Ну, в общем, короче говоря, вот этот синтезит-актив позволяет по две таблетки три раза в день. Можно до еды, можно после еды. Потому что лучше после, не дай бог, там бывают активные компоненты, у кого-то язва, там лучше после еды. В общем, это поднимет ваш гемоглобин на железо, я не знаю, гарантированно, если нет большого количества паразитов, которые потребляют непосредственно кровь. Не только, конечно, аскориды, там много видов, может быть, которые кровь. Так, ответил. Один момент, дорогие товарищи. Небольшая реклама от меня. Но реклама чего? Оздоровительной программы курса от моего товарища Евгения, которого многие знают как Джона Коннора. У меня нет времени на консультации всех желающих, на индивидуальные консультации, хотя я их еще провожу. А вот курс и программа, созданная Евгением, это то, на что у меня так и не дошли руки. И, видимо, уже не дойдут. Из-за колоссальной моей загруженности. И потому я очень рад тому, что он все же сделал эту работу, о которой мне давно говорил. Сделал эту работу за меня, взялся и создал эту комплексную программу по очищению организма. Часть мер взяты из моих курсов и программ. Часть из методик биохимика и врача Марвова Горшакова-Наганян. Часть иных и личных наработок. Данный же курс помогает надежно, мягко и в правильной последовательности избавиться от лишнего веса, у кого он есть, от отеков, паразитов, грибков и большинства болезней. Посмотрите мое интервью с ним на эту тему и его личное видео, знакомящее вас с этим курсом и методом. Или сразу переходите на страничку курса, кого заинтересовал данный курс. Все это, о чем я только что вам сказал, будет по ссылке в описании, вот под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Очень рекомендую вам посмотреть про эти по ссылке и надеюсь, что вы не пожалеете. Ну и, пожалуй, вот чем закончим, пишет Александр. Уважаемый Юрий Андреевич, отказался от сладкого. Перенес эту ломку, три дня она была, а на четвертый день просто прозрел. Ясность ума, даже речь стала намного четче, энергии больше. Болей в коленях нету практически, шея, спина перестала болеть сразу, да и на сладости мне уже все равно. И очень легко теперь придерживаться интервального питания. С легкостью не ем после 16.00. Огромная благодарность вам за ваши труды и мотивацию, да. И тут сразу ему расскажите подробнее, так сказать. И вот он пишет, что крупы ем пару видов, видимо, рис басмати. Из животного белка только яйца, ну и люблю зелень, овощи, масла, жиры растительные. А до этого ел сладости, в том числе и рафинированные. Отказаться нужно резко. Ну вот, а теперь отказал. И результаты не заставят вас ждать, как Юрий Андреевич и говорил. Ну и дальше там еще другая переписка, а как, а что. В общем, вот что я хотел сказать, да. Это видео на самом деле важное. Оно, да, оно мотивирующее, оно с подсказками. Оно пусть и рекламное. Кто-то опять начнет насчет рекламы. Господи, как же такие люди... Слушайте, вы живете в мире рекламы, да? И вы все равно что-то покупаете. Но вы столько всякой дряни покупаете. Вы покупаете у тех, кому вы претензии не предъявляете. А почему же вы мне? Человеку, который производит, продает уникальные. Которые людям жизнь спасают. Продукты, препараты, товары. Какое вы право на это имеете? Предъявлять? Это надо быть таким дебилом и таким гадом. А не предъявляете им. Я уверен, вы с плакатами там не стоите. И не рвете плакаты, билборды какие-нибудь. И на телевидении с протестом у Останкина не стоите, чтобы они рекламу не ставили. И в интернете блогерам, любимым вашим, кому-нибудь там, где вы развлекуху смотрите, вы тоже не предъявляете претензию за рекламу. А он рекламирует за деньги. Потому что канал его так существует. Ну и он хорошую жизнь хочет, если блогер известный, богатый. Так сказать, да? А я в производство все пускаю. В строительство. На земле. Кстати, вы посмотрите хотя бы вот это видео, что сделано было за прошлый год. Скоро уже будет год прошел. А я сделаю видео скоро, что еще за год сделано. Вот посмотрите, что на земле за прошлый год было сделано в хозяйстве, которое я развиваю. И это только лишь без производства. Это малая часть того, что я делаю. Малая часть. Просто посмотрите и подумайте, кому вы претензии предъявляете. Вот такие люди я имею в виду. Ну я обращаюсь именно к таким людям. Ну что ж, о нормальном людям скажу в завершении следующее. Я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Ну и я советую смотреть и конспектировать мои лекции. Начать. Лень, понимаю, заставить себя это делать. Вы понимаете, вот тысячи людей, я могу так сказать, не много, но тысячи. Не сотни тысяч, может быть не десятки, но тысячи сделали все как надо. И они приобрели новую жизнь. Ну кто стал не просто вот выписывать, конспектировать, то есть знать, а еще и делать. Потому что знать и делать тоже разные вещи. Ну по крайней мере еще знать не значит делать. Лень, вот беда. Поэтому здравомыслия я пожелал. Ну в общем смотрите мои видео, подписывайтесь на канал. Я еще очень вам советую и прошу, пишите больше комментариев. Чем больше комментариев, тем люди будут чаще, ну рекомендоваться Ютубом к просмотру другим людям этот ролик, да. Поэтому пишите. Плюс вы опять-таки задавайте какие-то вопросы или там делитесь своей информацией, ну что ли, вашими победами или там малыми хотя бы. Беседуйте с другими людьми в чате под видео. Помогайте им, общайтесь, так сказать. Ну как-то поддержите меня. Это невозможно делать одному и даже там, понимаете, помощникам не доверишь порой что-то отвечать. А я не могу, у меня времени нет. Смотрите мои видео, в них все ответы вы найдете. Ну все. Даже вот в поисковике в Ютубе, например, Фролов там пробил и какая-то тема. И она, скорее всего, есть уже. У меня аж больше тысячи видео на канале, по-моему. Ну что ж, всего хорошего. До новых встреч. Пересылайте и советуйте мои видео смотреть другим людям. Прям настоятельно. До свидания.